Сегодня уже разработан проект постановления о предоставлении данной категории мер социальной поддержки, таких как мы их называем коротко и ДК, это компенсация за жилищно-коммунальные услуги. Проект направлен на согласование в Минфин Российской Федерации, и мы сейчас ждем, когда пойдет согласование, и уже данную меру будем вводить, наверное, с сентября месяца этого года. Из 11 тысяч граждан, которым сегодня присвоен статус «Дети войны», эти граждане имеют еще и другой льготный статус, например, как инвалиды, либо ветераны труда. И в Российской Федерации льготы мы можем получать только по одному статусу. Если у гражданина уже сегодня имеется статус ветерана труда, то ему нет смысла переходить на категорию «Дети войны», потому что мера социальной поддержки будет ровно в том же объеме, который предоставляется сегодня ветеранам труда. Есть такие граждане, которые не получают никакие льготы, они являются получателями, соответственно, в базах центра выпад они сегодня не содержатся. Соответственно, таким гражданам необходимо обратиться с заявлением в Министерство социального развития труда Камчатского края в произвольной форме и предоставить документ, подтверждающий личность. Дальше непосредственно уже Министерство проверит эти данные, сделает запрос по регистрации о том, что гражданин зарегистрирован в Камчатском крае и постоянно проживает, и, соответственно, присвоит этот статус «Детя войны».